Первую роль, которую я получила, это был Серёжа Ванни Карениной. Я была малюсенькая, худюсенькая. Мордашка у меня была с кулачок. И была я такая трогательная, жалкая. И когда завели мне волосики, надели на меня эту рубашку ночную, я кричала, мамочка, не уходи, он не скоро придёт. Рыдал зал, рыдала Самборская, которая играла Анну Каренину. В общем, эта пьеса сразу меня поставила на какое-то определённое место в театре. Меня очень полюбили в театре. Артистский народ добрый, хоть и суетливый, хоть иногда глуповатый, понимаете, порой, но очень душевный. Мне начали тащить кто кофточку, кто юбочку, кто туфельки, кто что. В общем, меня начали одевать, потому что в таком виде, в котором я была, нельзя было существовать на свете. А со мной в общежитии жила одна старушка Зинаида Ивановна, бывшая актриса, но раньше актрисы были с гардеробом. У неё был полный сундук, наполненный бархатными саками, какими-то атласными туалетами. И вот она, полюбив меня, вынимала какой-нибудь бархатный сак и сама сделала мне пальто. Из какой-то облезлой горжеточки она мне сделала воротничок. Она мне вынула туфли. У меня маленькие ножки были, у неё попали номер. Такие остроносые, на таких уродливых каблучках, которые носили, наверное, в 1800-каком-нибудь году. Но я носила. Всё-таки были кожаные туфли. Потом из своих атласных туалетов она мне нашила юбочки, кофточки. И я ходила такая, знаете, маленькая и смешная женщина, такая начала 20 века. Но всё-таки я была не ободранная. А потом артистки меня просили, кто пол помыть, кто стёкла помыть, кто там помочь, постирать. Я ко всем с удовольствием бегала. К работе я была привычная. И мне дарили вот так кофточки, юбочки. К концу года я уже была одета довольно-таки современно. Сыграла я вторую роль Майку в «Платоне кречет». У меня появилась своя публика, студенчество. Потом Женю в «Далёком». И мне к весне дали ставку 216. Это уже была ставка актрисы. Не вспомогательного состава. Я уже стала актрисой. А на будущее... Да, и потом меня послали бесплатно по путёвке первый раз в жизни и отдыхала в санатории. Назывался «Лебяжий курорт». Меня кормили три раза в день. Я вообще пользовался успехом. Я танцевала на танцплощадке. И нужно вам сказать, что за один месяц со мной произошло, как в сказке «Гадкий утёнок». Я вдруг из такой задрипанной девчонки, подростка, вдруг как-то... Знаете, как почка раскрылась. И я вдруг стала девушкой. Что-то во мне появилось, девичья. И когда я приехала в Томск, все ахнули. И сказали, Наташа, да тебе же не Серёжа, тебе самого Каренина надо играть. В общем, я как-то вдруг стала девушкой. И я получила, не знаю каким чудом, роль Джульетты. В «Ромео и Джульетте». Со мной играл Ромео Лёнечка Лукьянов, такой же молодой мальчик, как я. Может быть, мы играли плохо, непрофессионально. Но мы были так молоды, так непосредственны и так, наверное, хороши. Нам верили, нас любили, за нас переживали. Пьеса имела феерический успех. А нас писали в московских журналах, умалчивая о наших недостатках и подымая наше достоинство. В общем, роли посыпались одна за другой. Мне дали уже 280 рублей, я уже стала артисткой на положение, как тогда называли, инженю, то есть молодая девушка в переводе. К концу второго года ко мне подошёл Лёня Глаголин и сказал, это был очень хороший актёр и режиссёр, хочешь повидать мир? Я говорю, хочу. Хочешь наиграть репертуар? Хочу. Я организовал театр Амура-Якутской магистрали. Это значит, мы поедем на Дальний Восток. Мы будем готовить наш репертуар в больших городах, в Логовещенске, в Иркутске. А разъезжать будем по Ерофей Павлович, Большой Неверск, Ковродино. Это золотые прииски. И прииски, которые даже не имеют названия, а просто по номерам. И будешь ты получать 70% деньгами, а 30% боннами, это значит, ты будешь иметь право в золотоскобках, которые тогда открылись на Дальнем Востоке, КВЖД открыло с китайской военной железной дороги, там были такие вещи, которых в Союзе вообще понятия не имели. Габардины, меха, лак, всё что угодно. И вот мы поехали. Действительно, я повидала весь Дальний Восток. Я ездила на собачьих упряжках, я ездила на оленях, я ела олени, но я ела сырую рыбу, мы ночевали в чумах, мы играли в прекрасных дворцах, в больших городах, мы играли в землянках, мы играли на открытом воздухе среди таких заросших золотоискателей, которые по три месяца не мылись, понимаете, которые первое время бросали нам мешочки с золотым песком, вот такие были пятиграммовые, потом запретили подбирать. И, когда мы приезжали в Благовещенск, мы накупали меха, отрезы, набивали свои сундуки всякими драгоценными вещами. Прошло два года. Если я ехала когда-то из Москвы в этом чуть ли не телячьем вагоне, то обратно я ехала экспрессом в Владивосток, Москва, в международном вагоне. На мне был шикарный бархатный халат. Я зачем-то тыкала в рот папироски, когда я никогда не курила, я вообще корчила из себя ужасно взрослую женщину, за мной ухаживали на прополу и все мужчины в вагоне. Ну, приехали бы в Москву, я появилась на бирже в шикарном костюме, в лаковых туфлях, с белым песцом, в какой-то шляпе немыслимой. На меня набросились, если на меня никто не обращал внимания, когда я первые приехал, то тут набросились администраторы, директора, девушка к нам, девушка к нам. Ну, в общем, надо было выбирать. Я выбрала Московский областной театр. Меня прельстило то, что три дня мы играли в клубе Дзержинского в Москве, а три дня в Орехово-Зуево. Все-таки Москва. 22 июля началась война. Полетели бомбы. Мы пешком уходили из Гродно с узлами, что успели захватить, вместе с отступающими войсками нашими, голодные, черные. Многих убило из нашей труппы. Мы прятались в рожь, когда бомбили нас. В общем, как мы добрались до Смоленска, это чудо. Ну, в Смоленске там нас посадили тоже какие-то вагоны. И отправили в Москву. Три года я была на фронте в качестве, значит, актрисы и медсестры. Вначале мы таскали раненых, собирали их в полевые госпиталя, а потом мы их грузили в наш поезд. И до Арзамаса-2, до центральных госпиталей, мы за ними ухаживали, всю дорогу везли их, сдавали в центральные госпиталя, потом мыли, приводили в порядок поезд и ехали обратно. Так было три года. Теплый ветер дует, замело дороги, а на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Это был сорок восьмой год. Когда я пришла на первое свидание к Такайшвили, он был очень разочарован. Я была худенькая, с красными пятнами на щеках, а он рассчитывал, что я сыграю мера за меру Шекспира, главную героиню. А это должна быть такая валькирия, знаете. А я такая плюгавка была, он понял, что это не то. И он мне дал небольшую рольку в пьесе «Великая сила», девочку-балеринку Любашу. Очень приятная ролька. Я ее сыграла. И в это же время приехал мой будущий муж. Он играл моего брата. Он приехал из Казани, а я из Горького. Меня вызвал к себе Александр Александрович и сказал, теперь давай решать, что ты будешь играть. Я вспомнила свой талисман, свою Таню. Я сказала, «Таню». Здесь шла Таня? Нет. Ставим. Мы поставили Таню. Вечером я сыграла Таню, а утром в городе знали, что приехала в театр артистка Бурмистрова. В общем, жизнь пошла как в сказке, понимаете. Вот. Проработала я здесь с 1948 года. Мы будем считать, давайте, сколько? Почти 52 года. Ну, что вам сказать? Здесь я вышла замуж. Здесь я прожила счастливую личную жизнь. Здесь у меня масса друзей было. Сейчас, к сожалению, осталось очень мало. Иных уж нет, от себя далече. А другие вот такие же уже, как я, им не до меня, им как-нибудь себя бы протянуть по жизни. Вот. Ну и что вам сказать? Вот если меня кто-нибудь спросит, вот для чего ты явилась в этот мир? Я отвечу. Наверное, для того, чтобы прожить вот эти 50 лет в Грузии, где были самые яркие, самые красивые, самые дорогие, осмысленные годы моей жизни. Вот то, ради чего человек рождается на землю, чтобы принести какую-то пользу, сделать хоть что-то хорошее и сказать себе в конце жизни, что, а может быть, я прожил ее не зря. Вы знаете, я очень люблю Грузию. И в горе, и в радости, и в счастье, и в несчастье. И когда мне было здесь хорошо, и когда мне здесь очень плохо, я люблю Грузию. Она стала моей родиной, она меня родила. Она сделала из меня актрису, личность, человека, сформировала меня. Она как-то заполнена смыслом и содержанием всю мою жизнь. Я не знаю, сколько мне осталось, но я хочу прожить в Грузии, не изменяя ей, так как я ее не изменяла. У меня были возможности переехать в свое время к Товстоногову, в художественные театры меня приглашали, на чайку. Я не изменила Грузии. И я никогда об этом не жалею. Я люблю Грузию. За то, что, по-моему, Грузия очень хорошо относилась ко мне. Спасибо ей за все, за все, за все. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok